Заканчиваем задание. Сверяем себя. Так. Ну и поехали делать обзор по нашему плану сегодняшнего дня. Мы с вами в общей сложности занимались сегодня структурой предложения. Сколько моделей построения предложения? Четыре. Четыре модели построения предложения. Вот они. Подлежащее сказуемое, подлежащее сказуемое, подлежащее сказуемое. Здесь у нас какое-то действие, здесь действующие лица, здесь глагол быть, здесь глагол быть, но только оно, и здесь there be. Здесь пишу в одном цвете, мы это сделали. Мы занимались существительными, у них есть множественное число, и у них есть притяжательный падеж, то есть форма чей. Мы занимались местоимениями, мы делали с вами две майндкарты, местоимения 1 и местоимения 2. Местоимения 1 у нас шли личные, то есть кто что, притяжательные чей, объектные все остальные падежи и возвратные себя себе, self. У нас их было четыре, да, не будем сейчас прописывать. И местоимения 2 у нас шли 3, это были указательные, это тот, эти, те. Вопросительные, то есть это все вопросительные слова, who, whom, whose, what, where, when, why, which, и который не относился к WH, это был how. Больше вопросительных слов, вопросительных местоимений нет. И неопределенные местоимения, это те, которые some, any, no и every, и их производные из body, one, thing и where. И получали мы somebody, someone, something, somewhere. Anybody, anyone, anything, anywhere. И everybody, nobody, no, nothing, no one, nowhere. И everybody, everyone, everything и everywhere. Вот они все неопределенные местоимения. Мы разбирались с вами с прилагательными, у коих три степени сравнения. Позитивная, positive, положительная, comparative, сравнительно, superlative. У позитивной, там, прилагательная, как было, так и было, as, as. У сравнительных, либо у коротеньких, суффикс, или у длинных, more, и прилагательная. Так, а у сравнительной, ой, превосходной степени, и, st, и слово most. Особенность превосходной степени надо было брать the. Мы брали с вами наречия, которые образовывались при помощи суффикса ly за исключением good, well, fast, fast, late, late, high, early, early, hard, hard. Но если мы делаем hardly, мы получаем другое слово. Если мы делаем highly, greatly, largely, мы получаем в большой степени, в крайней степени. И если мы делаем hardly, то получаем совершенно другое слово. Это едва. Так, это были наречия, мы сегодня разбирали с вами артикли, коих у нас два, a, и, the, новое, известное, это у нас в единственном числе. Когда это что-то новое и любой, здесь мы думаем. Когда после быть и иметь, мы там не думаем. И когда что-то описали и добавили новую информацию. The мы использовали тогда, когда надо было показать, что это что-то конкретное и нам известное. Также, когда мы не думаем, какой по счету первый, второй, третий, десятый и самый-самый, the best, то, о чем мы уже сегодня говорили несколько раз. Отсутствие артикля просматривается, то есть нигде не надо. Если есть слова, заменяющие артикль, то есть один, например, или этот, тот, эти, тему, и твой, его, ее, уже определяющие, существительные, когда использование артикля становится ненужным. Либо отрицающие использование артикля, когда есть слово no, показывающее отсутствие предмета. И таким образом исключающие употребление артикля. Дальше мы с вами брали, а, числительные, сколько, то есть отсутствие артикля тоже здесь абсолютно понятно. Мы не берем артикль, когда есть слова some, any и every, потому что они тоже как бы некое количество, поэтому артикль нам не нужен здесь. И когда какая-то личная информация нам нужна для того, чтобы в анкету вписать, чтобы долго не париться, все без артикля пишем. И с географией артикля тоже была особая майндкарта, когда мы брали Z с географическими названиями. Вспоминаем все, что вода, все, что наоборот, без воды, все, что звучит во множественном числе, и все, что с короной, все, что важное. Во множественном числе горы, озера и, господи, как их, острова, the Bahamas, и страны, которые звучат во множественном числе. The Netherlands, the USA, the Philippines и так далее. А также у стран могут быть важные названия, где есть слово Federation, Republic и Kingdom. Кроме всего прочего, важные названия – это все, о чем мы можем сказать большие части, север, юг, восток, запад, планеты, что там еще у нас было, университеты, музеи важные, британские музеи. Так, это были артикли, и дальше пошли глаголы. Мы разобрали be, мы разобрали have, у be три формы в настоящем времени, is, am, are, в прошедшем was, were, и в будущем одна форма will be. Так, у have в настоящем времени мы можем использовать have, можем использовать have got. Можем have got использовать только в значении обладания, а have и в значении обладания, и в качестве части словосочетания. Когда он, она или оно, have приобретает форму has, мы об этом не говорили с вами. Когда он, he будет has, все будут have, а he будет has. Так, и she будет has, и оно, и it тоже будет has. Молодцы, бдительные. Так, дальше. Мы разобрали сегодня в целом систему времен, что есть три времени и четыре ситуации. И разобрали одну ситуацию, но самую ходовую ситуацию simple, когда у нас есть present simple, и это типичное действие, или эмоциональная история, или один факт. Когда у нас типичное действие в прошлом, либо же какая-то история, либо какой-то факт в прошлом с указанием, когда это было. И будущее, простое, это либо обещание, либо прогноз. У каждого есть свое построение. Итак, из всех мы разобрали группу simple из глагола. Что мы делаем завтра? Во-первых, мы с вами повторяем временные формы группы simple, разбираем процесс, это очень быстро, результат еще быстрее, потому что он мало нужен по жизни. Мы разбираем процесс с результатом и разницу между этими двумя. Возвращая это все, в принципе, по временам. Будущие, как можно выразить будущее действие, в принципе, то есть к будущему так подберемся. И дальше пойдут условные предложения, всякие там wish, то есть сослагательное наклонение, модальные глаголы, в том числе модальные глаголы вероятности. Так, что там у нас? Complex subject, complex subject, косвенная речь, инфинитив и герунди. Так, самые сложные темы будут на конец, и те, кто язык только начинает учить, больше для вас это будет такая лекционно-ознакомительная часть, не забивайте себе голову этим. Я буду говорить, что вот это вам надо, а вот это вам не надо, не забивайте этим голову. Хорошо? Хорошо, если у нас вдруг хватит времени, то есть я боялась, что мы сегодня больше времени на детали потратим и на ответы на вопросы, но либо вы столь дисциплинированы, а я была столь понятна, вот, либо вы стесняетесь задать мне свои вопросы, подумайте, запишите, завтра можете задать, если вы стесняетесь. Но мы успели сегодня очень много, это реально очень много, это, наверное, до уровня, скажем так, ну, elementary с плюсом, вот это вот уже грамматика готова. Завтра мы бьем самые сложные темы, добивая глаголы и все остальные сопряженные с глаголами и не только с глаголами темы, и потом повторяем и прогоняем все формы на нескольких словах, которые нам будут нужны. Я думаю, что сегодня день был очень плодотворный, все молодцы, все хорошо работали, спасибо и до завтра.